Добрый день! С вами отдел литературы на иностранных языках. Сегодня мы представляем вашему вниманию новинки нашего отдела. Мы покажем вам некоторые книги, которые мы получили в июне 2021 года. Полный список новинок. С ним вы можете ознакомиться на сайте библиотеки, там же, где находятся статьи о новинках, поступивших в фонд библиотеки. То есть новинки нашего отдела представлены вместе со всеми другими отделами. А я вам просто покажу кое-что из них. Давайте начнем с языков, с разных. Последнее время становится популярным турецкий язык. Но хоть он и становится популярным, он все равно относится к категории редких языков. И книг, учебников так много нам найти не удалось. Но кое-что мы взяли. Мы взяли парочку самоучителей новеньких и взяли еще один разговорник. Там вместе с разговорником представляется словарик небольшой, турецко-русский, русско-турецкий и некоторые грамматические правила. То есть при поездке в Турцию такая книжечка вам может пригодиться. В этот раз по китайскому языку мы взяли несколько словарей для подготовки к экзаменам на знание китайского языка. Это конкретно словари, которые соответствуют стандартам. То есть уровень четвертый 600 слов, пятый уровень 1300 слов и первый уровень 600 слов. Также для учащихся подойдет вот такой вот словарик. В нем 25 тысяч слов и словосочетаний с практической транскрипцией в обеих частях. Так как мы до сих пор считали, что по-корейскому мы не очень хорошо укомплектованы, в этот раз мы укомплектовались окончательно. И у нас по-корейскому получилось достаточно много разных учебников. Он в последнее время очень популярен благодаря группе BTS в том числе. Поэтому мы даже взяли корейских для фанатов кей-поп. Но там не BTS, как вы могли бы подумать. Нет, там представлена группа фейворит. Эти девушки, значит, расскажут вам, как можно попутешествовать по Сеулу. И в этом учебнике получается, ну это такой продвинутый разговорник. То есть вы можете провести пять дней в Сеуле и все необходимые для этого вам фразы. Как вам заселиться в гостиницу, как вам сходить в магазин, как вам купить билеты на концерт любимой кей-поп-группы. Такого плана. И как вы пришли на выступление, забронировали билеты туда, дождались, там встретили, все такое. А потом раз и уже последний день в Сеуле. Учебник такой цветной, с фотографиями этих звездочек. Очень симпатичный и интересный по-своему. Для дарамаманов мы взяли разговорный корейский по дарамам. В качестве дарамы тут используется достаточно недавняя силачка Добонсун. Вот взяты фразы из этой дарамы, выражения. И на основе этих разговорных фраз объясняются грамматические конструкции, и дается кое-какая лексика и упражнения. Конечно, на таких учебниках вы далеко, ну, глубоко язык не изучите, но, по крайней мере, это будет интересное дополнение для изучения. Мы взяли парочку переводных учебников, которые считаются бестселлерами на Западе. Это корейская грамматика для начинающих, и учим корейский легко и просто. Учебники переводные, построены они как, строятся курсы, то есть уроками с цветными картинками, с фразами, с упражнениями. Ну, соответственно, корейская грамматика, там все упражнения основаны именно на изучении корейской грамматики. И еще более такие серьезные учебники. Это вот учебники Лики Йона для самостоятельного изучения первый-вторый уровень корейского языка. Ну, и еще парочка самоучителей, кому не подойдут какие-нибудь другие, может быть, подойдут вот такие. То есть каждый выбирает все равно для себя то, что подходит ему больше. Далее. У нас появилась такая группа читателей, как ребята, средние и старшие школы учащиеся, которые изучают английский язык углубленно, и уже готовы почитать что-нибудь из художественной литературы, но что-нибудь сложное им читать непросто, поэтому хочется с чего-то начинать. И вот для таких читателей мы взяли несколько книжечек. Это «Билингвы», вот эти очень красивые издания Киплинга и Баума, «Вики-тики-тави» с иллюстрациями и параллельным текстом, то есть на одной странице идет текст на английском языке, на второй странице параллельно идет текст на русском языке. И еще более детские издания «Холливэп» про котят и про щенят. Там точно так же построено, слева идет текст на английском, справа он идет на русском языке. Там милые истории про щеночков и котиков. Девочкам, я думаю, будет приятно почитать. А для подростков у нас есть замечательные дневники. Это что-то среднее между книжкой и комиксом. На русском языке они выходят с названием «Дневник слабака». Это целая серия про мальчишку, про его приключения. Она будет понятна каждому подростку. Все эти обычные проблемы с родителями, со старшими, с друзьями. Такие очень неплохие вещи. А для совсем уже продвинутых, ну а также и для студентов подойдут книжки Карлсон, допустим, и Марк Твин, Том Сойер. Это уже просто художественная литература, неадаптированное чтение. Далее. Переходим к тому, что у нас есть, что мы взяли из научно-популярной литературы. Хочется сказать, что обычно мы берем из разных разделов научно-популярную литературу. Я ни разу не говорила про лингвистику. И, возможно, людям кажется, что книги по языкознанию, они все такие строгие, неинтересные, суровые. Но это совсем не так. По языкознанию тоже выходят достаточно интересные. Книжки. И кому-то, может быть, просто хочется что-то почитать, узнать больше про языки. Можно почитать, например, книгу Плунгьяна «Почему языки такие разные». И в этой книге в достаточно популярном ключе рассказывается о том, сколько языков на Земле, как эти языки устроены, по каким законам языки изменяются, почему одни языки считаются родственными языками, а другие нет. Чем китайский отличается от японского, русский от английского. Вот на эти и другие вопросы дает ответы современная лингвистика. Кому интересно, могут почитать. Она написана в достаточно простой форме. Есть у нас также книга «Феномен полиглотов». Она уже достаточно давно у нас. И она очень интересная. Это такой детектив, исследование автора Майкла Эррорда на тему, существуют ли полиглоты вообще. Что это за такие люди-суперполиглоты. Сколько вообще языков может знать человек. Что вообще считать, что человек знает этот язык. И рассказывать про разных таких интересных гиперполиглотов, которые в разное время существовали на Земле. Например, про кардинала Мецафанти, который чуть ли не сто языков изучил и говорил на всех, как на родном. То есть своего рода стал мифологией. И что из этого правда, а что нет. То есть авторы рассказывают в том числе о своем путешествии в Италию. И в попытках понять, что же на самом деле знал этот самый кардинал Мецафанти. И на каком языке он мог говорить. А на каком, может быть, мог сказать просто несколько фраз. Очень интересная вещь. И, например, недавно мы получили такую прекрасную книгу Крейга Эштона «Извините, я иностранец». Этот человек ведет свой блог. И друзья предложили ему на основе своего блога создать книгу. В общем, если вы хотите хорошо провести вечер, то почитайте эту книжку. Вам гарантировано пара часов веселья. Я просто на бум. На уроке русской грамматики. Сегодня мы учим множественные формы. Например, одна стены, стена, две стены. Значит, И создает форму множественного числа, как английский С. Типа того. Молодец. Две стены, три стены, четыре стены, пять стены. Стоп. Пять стен. Если пять, то уже не нужно окончание. Понял. Значит, пять мам, пять женщин, пять девушек. Ну нет, пять девушек. Почему? Ну сложно же произносить много согласных вместе. Добавляем гласную. Ну, на мой взгляд, это обычно не смущает русских. Не умничай. Посчитай девушек. Девятнадцать девушек, двадцать девушек, двадцать один девушек. Стоп. Что случилось? Двадцать одна девушка. How? Why? Because, because. А теперь сочиняй предложение. Хорошо. Двадцать одна девушка пришли в гостиницу. Стоп. Двадцать одна девушка пришла. Но они же пришли. А если двадцать, то пришли. Молодец. Совершенно верно. Они пришли. Но двадцать одна пришла. Прекрасно. Всё ясно. А как насчёт эта девушка пришла? Эти три девушки пришли? Эта двадцать одна девушка пришла? Не задавай больше такие вопросы. То есть вот так построена эта книга. Ну, реально очень забавное, весёлое чтение. А на английском языке мы получаем, мы получили несколько других, тоже очень интересных книг. Например, вот эта «Хрупкие жизни». Она, кстати, вышла и на русском языке тоже. Написана кардиохирургом, очень известным Стивеном Уэстеби. Он совершил своего рода революцию в кардиохирургии. Изобрёл очень много аппаратов, которые поддерживают сердцебиение. Вообще очень крутой кардиохирург. И он написал свою историю. Как про него пишут в отзывах, он просто в самое сердце кардиохирургии показал своему читателю. И в очень интересной форме рассказывает о профессии, о пациентах, об операциях. Тут эта книга написана практически публицистично. То есть будет понятно не только медикам, но и любому простому читателю. Далее мы получили вот эту книгу. Называется она «Очистка воздуха». В ней журналист Тим Смедли изучает проблемы загрязнения воздуха. Соответственно, в 2019 году она вошла в шорт-лист научной книжной премии. В этой книге вы найдёте всё о причинах загрязнения, о их видах и о том, к каким последствиям они приводят. Но она не так грустна. На самом деле он показывает, и что вообще можно сделать с этими проблемами, и об опыте разных городов. Например, о том, как в городе Мехико решили проблемы с загрязнением. То есть за короткое время они там в разы сумели снизить выгрязнённость воздуха. Как же им это удалось? Узнаете из этой книги. Далее книга Дэна Карлина. «Конец рядом, конец всегда близко». Это политический комментатор. Он ведёт свой подкаст. Кто-то, возможно, с ним знаком. Он называется «Харкорная история». И на его основе, на основе этого подкаста, который очень популярен на Западе, у него там миллионы просто скачиваний. И на основе этого подкаста он написал книгу. Это такой гигантский мысленный эксперимент. В нём множество исторических деталей. Он охватывает разные эпохи, цивилизации и ставит самые разные философские вопросы современности. Далее. Вот эта книга Нассима Талиба. «Чёрный лебедь». Талиб — это трейдер в прошлом. И здесь вот он на основе своего опыта рассматривает теорию «чёрный лебедь». Это своего рода чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых аномальных событий и человеческой тенденции ретроспективно находить этим событием самые простые объяснения. Откуда взялся термин «чёрный лебедь»? Потому что в средние века считалось, что чёрных лебедей просто не существует. То есть аномальные непредсказуемые события. Книга об этом. Ещё книга Нила Тайсона. «Письма астрофизика». Нил Тайсон тоже достаточно популярный, популяризатор науки. И эта книга — это письма простых людей к нему и, соответственно, ответы на эти письма. Здесь вопросы не только об инопланетной жизни, звёздных системах, путешествиях, параллельных вселенных и вообще каких-то космических штучках. Люди хотят знать, как относиться к теории эволюции, как построить вечный двигатель, когда ждать конца света, как пережить утрату близкого человека и вообще изменить свою жизнь. И все эти вопросы задают астрофизику. А Тайсон рассуждает о научном подходе. Он конкретно и вежливо отвечает на вопросы даже своих хейтеров и в адрес науки. Он объясняет, что не стоит всё принимать на веру, следует уметь задавать вопросы, искать ответы и думать самим. Помимо переписки учёного с людьми разных возрастов, здесь также есть несколько писем Тайсона к родителям. Он там благодарит их за своё воспитание. И рассказывает о своих сильных эмоциях о трагедии 11 сентября. В одном из писем Тайсон приводит текст своего шуточного, но весьма клёсткого ответа для людей, верящих в то, что Земля у нас плоская. Далее мы взяли несколько биографий. В том числе это биография Стива Джобса. Про эту биографию сами работники Apple говорят, что это самый лучший и точный портрет Джобса. В ней есть новые факты. Вообще биографии о Джобсе достаточно много, но в этой есть свои какие-то новые факты. Например, о Тиме Курке, о том, как он предлагал свою печень, а Джобс отказался. О том, как ему Билл Гейтс завидовал, и какие у них там были, как непросто складывались их отношения. Здесь рассказывается о Джоне Айве, который, когда Стив Джобс вернулся в Apple, он думал, что его уволят первым делом. Джобс, наоборот, оставил его, наоборот, посчитал, что он очень талантливый и перспективный. Далее мы взяли, не назвать биографией, это такой цитатник Карла Лагерфельда. Карл Лагерфельд, он известен своей откровенностью. Его мудрые, неожиданные заявления всплывают, как необычные новости. Это компактная коллекция цитат. Она отдает дань уважения легендарному серому кардиналу мира моды. Здесь, соответственно, цитаты Карла Лагерфельда обо всем о моде, о чувствах и других вещах. Очень интересная, красивая книжечка, красивое оформление. И далее мы переходим тут немного к архитектуре. В последнее время мы немного брали книг на эту тему. И начнем вот с такой архитектурной биографии Заха Хадид. Очень известная женщина, она первая в мире получила Притскеровскую премию в области архитектуры. Это то же самое, что Пуллицер в литературе, тут Притскер в архитектуре. В свое время она родилась в Багдаде, получила образование в Лондоне и стала своего рода революционным архитектором. Она много лет ничего не могла построить. Она создавала проекты, выигрывала в различных конкурсах, но строить ей никто не давал. Говорили, что в принципе это вообще невозможно воплотить. И только в последние годы ее жизни смелые ее замысли стали воплощаться в жизнь. И она создала соответственно новый архитектурный язык. Ее сооружения известны по всему миру. Это Центр современного искусства Розенталя в Цинциннате, оперный театр Гуанчжоу в Китае, Центр водных видов спорта, олимпийских игр в Лондоне. В этой книге коротко показывается путь ее развития, начиная от проектов, от первой ее постройки пожарной части и заканчивая какими-то последними ее футуристическими проектами. Также мы взяли несколько архитектурных путеводителей. Это города Мехико, Каракасы, Тель-Авив. Ну вот, например, возьмем архитектурный путеводитель Тель-Авива. Он был написан архитектором тоже, Шерон Голлан-Ярон. Это архитектор, болеет за сохранение архитектурных памятников и является соучредителем и директором программ Центра Белый город. Она создала книгу «Ключ к изучению наиболее важных архитектурных объектов в Тель-Авиве». Здание в Белом городе отличает особо архитектурный язык, который появился в процессе адаптации европейского модернизма к местным культурным и климатическим реалиям. И в этой книге представлены сто наиболее примечательных сооружений, и они распределены по четырем маршрутам. И они представлены в этой книге как под буквами A, B, C, D. Четыре маршрута, по которым вы можете пройти по Тель-Авиву. Также он рассказывает об уникальном современном подходе Тель-Авива в сохранении наследия, которое поддерживает эксплуатацию исторических зданий и способствует росту города, позволяя возводить к этим историческим зданиям современные пристройки. Дальше посмотрим. Вышла книга «Лондон минимум». Это книга о минимализме Лондона. У людей часто Лондон ассоциируется с беспорядком, но на самом деле интерьерный минимализм наоборот в «Зените». Здесь в этой книге от элегантной сдержанности грузинской архитектуры, мебели и столового серебра до урезанных, изысканных интерьеров современных дизайнеров. То есть здесь показаны традиции использования качественных материалов самыми простейшими способами. Иллюстрированное яркое издание по интерьеру. И также еще две книги по архитектуре. Первая касается русского советского конструктивизма. Называется она «За железным занавесом». Ее написал советский архитектор Феликс Аронович Новиков. Он академик Международной академии архитектуры и доктор наук. В книге он делится своими воспоминаниями о непростых и нестандартных условиях, в которых ему приходилось работать, и в которых работали его современники. Рассказывает о взаимоотношениях с коллегами и властью. Будет, наверное, интересно узнать, как раньше взаимодействовали проектные институты с союзом архитекторов, какие творческие задачи вдохновляли архитекторов его времени. Здесь он дает ответы на вопросы, которые вообще сегодня интересуют многих специалистов и любителей советского модернизма. В этой же книге представлено много иллюстраций. Иллюстрации как черно-белые, так и цветные. Они самыми разными памятниками советской архитектуры и советского конструктивизма. Книга «Город и ветер» — это книга о взаимодействии климата и архитектуры, то есть использовании климата как архитектурного инструмента. Книга об экологическом урбанизме, потому что эта тематика стала актуальной в последнее время. Все задумываются о своей ответственности перед будущим, о трудностях, связанных с использованием типового проектирования и планирования. И здесь, в этом издании, есть призыв видеть в архитектуре не только средства защиты человека от климата, но и возможность вернуть ему гармонию с окружающим миром. И все это, соответственно, абсолютно научно показано, как ветер, как климат влияет на природу, на города и как его, собственно, можно использовать. Книга будет интересна профессиональным архитекторам. А теперь мы переходим к художественной литературе. Из художественной литературы мы в этот раз взяли не так много, но кое-что взяли. Во-первых, это книга Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ну, это классика, которая почему-то не оказалась у нас в отделе, теперь она у нас есть. Книга, написанная авиатором, лётчиком, который летал всю жизнь. Соответственно, это книга о полёте. Современная притча, которая стала классикой во всём мире. В неё включена также последняя глава четвёртая, которой в ранних изданиях этой книги не было. И уникальные фотографии Рассела Мансона. Далее. Маргарет Эдвуд, «Завета», наконец-то. почему-то на русском языке в России они появились раньше, чем на английском. Они получили Букеровскую премию в 2019 году. Собственно, с этого момента мы их пытались выловить. И вот сейчас, наконец, они появились у нас в отделе. Эта книга не совсем продолжение рассказа «Служанки», но, соответственно, она происходит в том же мире, что и «Рассказ «Служанки», и одноимённый сериал, который тоже недавно прошёл. То есть эта книга тоже рассказ о возникновении, существовании и конце Галаада, этого антиутопического мира. Но напрямую с историей первой книги он не связан. Хотя героиня из первой книги, а именно тётка Лидия, она есть и здесь. Любителям Эдвуд. Пожалуйста, приходите. Можно у нас её взять. Далее у Казо и Сигура мы взяли роман «Безутешные». Это такой своего рода фантасмагория. Герой книги, пианист, приезжает в небольшой городок. Он приезжает туда с концертом. И в тот момент, когда вроде бы всё завязывается, вдруг в жизнь героя вклиниваются сны, воспоминания. И реальность начинает путаться с какими-то дежавю, с его воспоминаниями. И получается такая фантасмагория, которую читать, наверное, не так просто. Но любителям Сигура будет интересно. Мы взяли роман с Алируни «Разговоры с друзьями». Это её первое произведение. Ей в это время было 26 лет. И она благодаря этому роману сразу же стала известна. он о проблемах личности, общения. Ну, как понятно из названия, в этом романе герои постоянно говорят обо всём. О себе, о друг о друге, о своих отношениях и о многих других вещах. Дональд Поллок. Американский писатель. Писать он начал в 50 лет. До этого он спокойно себе работал, разнорабочим всю жизнь. И вдруг вот в 50 ему пришло в голову получить образование литературное. И он начал писать. Начал писать в стиле южной готики. То есть, как вы понимаете, это ужастик. Достаточно мрачный. То есть здесь у всех всё плохо. У каждого героя. И герои все плохие. У них всё плохо. И во всей книжке только один светлый герой. И, соответственно, вот этот светлый герой даёт нам светлый посыл, что это выбор каждого. Оставаться ему человеком или нет. Или выбирать другой путь. То есть посыл хороший. В принципе, в книге очень много штампов. Но вот она хороша именно своим посылом. Этот роман был экранизирован. Лабиринт Фавна. Тут всё наоборот. То есть сначала был фильм Лабиринт Фавна Гильерло Моадель Тора. И потом он уже попросил детскую писательницу Корнелия Функи. Это немецкая писательница. Он попросил её написать по своему фильму роман. Вот все к романам, которые написаны по экранизациям, относятся по-разному. Ну, поэтому-то ваш выбор его почитать. Ещё мы взяли книгу Форест Гамп Уинстона Грума. Из классики мы взяли Эдит Уортон. Это книга «Эпоха невинности». Это книга, которая получила в начале XX века Пуллицеровскую премию. И это была первая Пуллицеровская премия, которую получила женщина. Книга о светском обществе Америки конца XIX века. Написана Эдит Уортон, которая в своё время тоже была светской львицей. То есть в том числе на её собственных воспоминаниях, на её собственном опыте. Трейси Шевалье — это американо-британская писательница. В этой книге рассматривается тема старых дев и лишних женщин. То есть здесь время после Первой мировой войны. И главная героиня она потеряла всех, и отца, и жениха, и брата. И вот она в конце концов пытается переехать в другой город и становится вышивальщицей при храме. И там находит себя. Джулиан Барнс. Эта книга получила Букеровскую премию в 2011 году. Первоначально он был мастером детективной прозы, потом он стал в каком-то смысле и постмодернистом тоже. Эта книга о пенсионере по имени Тони Уэбстер. Он вспоминает, как он со своей компанией познакомились в школе с Адрианом Финном, как они поклялись оставаться друзьями на всю жизнь. И вот теперь он стал пенсионером, его прошлое настигает, и он размышляет о тех путях, которыми пошли он и его друзья. Так, далее. Очень популярный ныне автор, норвежский писатель Йонес Бео. А он пишет в жанре детектив, венуар. Ну, у него такие всегда очень жесткие темные детективы с убийствами, там, трэш кровяка и все прочее. Известен в своей серии романов о Харе Холле. И это как раз один из этих романов из этого цикла. Честно говоря, очень трудно было его взять. Тоже уже три года наблюдаем за этим автором. Постоянно нет в наличии в тех местах, где мы берем. Вот нам, наконец, удалось. Поэтому тех, кто любит детективы, приходите и читайте. Евгений Нидис, очень крупный американский писатель современности. То есть по уровню его на Западе и с Толстым, и с Достоевским готовы сравнивать. Он должен быть вам известен по романам «Девственницы самоубийцы» и «Средний пол», который в свое время тоже получил Пуллицеровскую премию. Здесь он… Это книга «Малая проза», здесь его рассказы. Она состоит из десяти рассказов, которые были опубликованы в период с 1989 по 2008 год. И они здесь выпущены под одной обложкой. Если пытаться искать в этих рассказах какой-то общий мотив, то они о том, что происходит с человеком за точкой невозврата. Мы застаем персонажей на грани краха и наблюдаем за их падением. Это, конечно, жутковато, но оторваться от этого зрелища решительно невозможно. Герои Евгенидиса могут и не вызывать симпатию, но у нас не получится им не посочувствовать. Часто Евгенидиса сравнивают и ставят в один ряд с Джонатаном Франзеном. Мы взяли также и его роман, который был удостоен Национальной книжной премии США. Роман «Поправки». Это своего рода семейная сага, которая, опять же, тоже сравнивают то с Толстым, то с Достоевским, хотя она написана в достаточно ироническом ключе. Это такая современная американская семья, это крах американской мечты, конфликт отцов и детей. То есть здесь рассказывается про классическую американскую мечту, где все пытаются следовать традиционным дорогам счастья. Это семейное счастье, творческое счастье, карьерное, но у каждого героя с этим счастьем что-то не складывается, и от него остается только внешняя форма. Такая немного, ну, не немного. В общем, такая вот печальная история. Итак, я вас познакомила с некоторыми новинками нашего отдела. Приходите, выбирайте, что вам по душе.